Новое утро продолжается, и у нас в гостях Алексей Антонович Оловянников, министр промышленности и торговли в Республике Бурятия. Доброе утро! Доброе утро! И вас с праздником получается? Да. Вот расскажите, пожалуйста, как вообще сейчас выглядит предпринимательский мир в Бурятии? Сколько предприятий, какие-то числа, может быть, вы нас удивите? Ну, вот несмотря на то, что мы пережили и переживаем такие непростые времена, в принципе, надо отдать должное, что наши предприниматели не теряют оптимизма. И мы вот за три года у нас в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства увеличилось количество субъектов на три тысячи. То есть наоборот увеличилось? Да, у нас идет увеличение. В 2019 году у нас было 28,5 тысяч предпринимателей, зарегистрированных в реестре. А уже в 2022 году у нас 31,5 тысяч предпринимателей. А субъекты, если это по-простому, это вот... Субъекты – это наши индивидуальные предприниматели и общество с ограниченной ответственностью. А мне казалось, что вот эти вот тяжелые времена, вот знаете, вот пандемия, а затем вот сейчас ситуация в мире какая, мне казалось, что это наоборот как-то сильно влияет, и все вот закрываются, уходят. Нет? Ну, здесь есть тенденция, что часть предпринимателей закрывается, но это постоянная тенденция. То есть и в нормальные, так сказать, точные годы у нас было, что кто-то закрывался, кто-то открывался. Ну, вот на сегодняшний день, ну, показатели такие. Количество занятых тоже растет. У нас их вообще в сфере малого и среднего предпринимательства занято свыше 95 тысяч человек в республике Бурятия. Это работающие, сами индивидуальные предприниматели. И у нас вот с 2021 года, получается, такой класс растет, как самозанятые граждане, которые используют режим налогообложения, режим налог на профессиональный доход. Таких граждан у нас, которые вот зарегистрировались в этом режиме, сейчас 14,5 тысяч. Допустим, я хочу стать вот самозанятым. Вот что мне нужно сделать и какие, может быть, меры поддержки будут мне оказаны? Значит, ну, вообще очень просто. На сегодняшний день это самый максимально упрощенный, значит, вот режим, когда человек хочет стать, заняться предпринимательской деятельностью. Нужно просто зайти на сайт налоговой службы, скачать приложение, зарегистрироваться в этом приложении. И все? Да, и вы уже самозаняты. Слушай, ну, как все просто. Да. Значит, приложение скачивается на телефон. И, в принципе, вы с этого момента, вы с фискальными органами, с налоговой службой, вы общаетесь только по телефону. То есть и со своими контрагентами вы тоже общаетесь посредством телефона. То есть можете выдавать чек, оказывать определенные услуги. Но есть определенные ограничения, что оборот ваш должен не превышать 2 миллиона 400 тысяч рублей. У вас не должно быть наемных работников, то есть вы услугу, значит, оказываете сами. И, ну, там определенный перечень видов деятельности, которые могут оказаться. Здорово. Век технологий, век возможностей. А вот я бы хотела поговорить о самом, может быть, значимом большом предприятии у нас в республике. Вот какое предприятие вы вот можете выделить? О, авиазавод, может быть, нет? Ну, субъекта малого и среднего бизнеса, значит, это предприятие не относится, да. Но давайте мы как бы не будем... Путать? Нет, мы не будем вот конкретно выделять. Но я скажу, что у нас вообще малый и средний бизнес, и крупный бизнес достаточно развит. У нас есть предприятия, ну, в том числе в сфере торговли, значит, численность которых около 4 тысяч человек, ну, в общей сложности, да. То есть это крупные и большие предприятия. Есть достаточно серьезные предприятия малого и среднего бизнеса, которые называются импортом и экспортом. Тоже там достаточно серьезные обороты. И на сегодняшний день выделить какое-то предприятие, ну, наверное, так невозможно, да. Да, авиационный завод является крупнейшим. Не хотите никого обижать. Да, крупнейшим налогоплательщиком. Но я скажу, что вот если бы, если всех, все рассмотреть вот структуру малого и среднего бизнеса, да, как, что у нас, как она выглядит, это в первую очередь, конечно, основная сфера, это сфера торговли и услуг, где представлены наши предприятия. Второе по значимости, это, значит, консалтинг и услуги также, да. Третье, сельское хозяйство. Четвертое, это строительство. И пятое, это транспорт. То есть вот в этих сферах в основном у нас работают малый и средний бизнес. Вот вы сами задели такую тему про экспорт и импорт. Мне интересно, а есть ли у нас какие-то предприятия в Бурятии, которые импортозависимы? Ну, все мы отчасти импортозависимы. То есть мы все потребляем какую-то продукцию, которая, значит, завозится к нам извне. Вот. Но на сегодняшний день мы... Как эта ситуация решается? Значит, все замещаются. Вот все на сегодняшний день замещаются, ищут новые логистические цепочки поставок или замещают эту продукцию производством, значит, каких-то запасных частей, размещением производства на каких-то наших предприятиях. А может быть, вот, не знаю, будем ли мы выходить на предпринимателей других стран, например, Монголия, Китай, они так близко к нам, столько возможностей? Безусловно, значит, сейчас интерес, очень огромный интерес. И вот мы буквально завтра уже проводим российско-монгольский форум, вот как раз где будут вопросы сотрудничества между предпринимателями России и Монголии подняли. Вопросы импорта, экспорта через Монголию, вопросы свободной экономической зоны, налогообложения, государственной поддержки, экспорта, значит, тоже будут рассмотрены. Значит, приглашены представители ТПП Монголии, значит, официальные лица, деловые объединения. Также, значит, очень много пригласили предпринимателей, которые здесь будут налаживать связи с нашими предпринимателями. Вот про этот форум, вот для нас, для Бурятии, чем интересна Монголия? Вот какие там продукты, что они могут нам, чем помочь они могут нам? Мясо, я не знаю, что, что? Ну, безусловно, безусловно, значит, в общем, нам интересно, что Бурятия может стать вот тем хабом для всей России, для именно экспорта и импорта товаров. В связи с тем, что часть логистики у нас на сегодняшний день закрыта, значит, у нас с западными странами. И все логистические потоки могут быть направлены через Бурятию, через Монголию. Ну, это основной интерес. И, безусловно, здесь вот импорт-экспорт товаров, ну, именно местного производства тут мы можем только, значит, наращивать. А наши предприниматели вот могут, в том числе, кроме импорта-экспорта своих товаров, но еще и посреднические услуги, различные логистические услуги оказывать для, значит, для предпринимателей, для фирм средней полосы России, там, центральной России. То есть, правильно я понимаю, что вот сложившаяся ситуация сейчас, да, она даже каким-то предпринимателям на руку? Да, это... Как бы это не звучало, может быть, не совсем хорошо, но... Ну, да, любые изменения, в принципе, для кого-то это окно возможностей. Ну, для нашего бизнеса в частности, значит, вот именно для логистических транспортных компаний, для наших предприятий, ну, больше окно возможностей. А вот такой форум, он впервые проходит у нас? Форум проходит, да, впервые. По инициативе главы Республики Бурятия. И вот сколько вы ожидаете гостей вообще? Какой масштаб? Расскажите немного форума. Значит, мы ожидаем только вот в пленарных сессиях, в панельных сессиях, в пленарных сессиях до полторы тысячи человек уже зарегистрировано. Значит, мы ожидаем такой наплыв предпринимателей. Большой интерес монгольских предпринимателей. Значит, около 200-300 предпринимателей должно, значит, приехать. А какая-то выставка будет? Да, будет выставка предпринимателей из Монголии. А где она будет проходить? Будет выставка предпринимателей Республики Бурятия. Выставка будет проходить ФСК. Значит, будет проходить мероприятие два дня, 27-го, 28-го. Значит, будет несколько зон. То есть первая – это зона, значит, приветственная зона, где будут размещены у нас сувениры, значит, будет размещено питание, услуги различные представлены. Потом зона выставки, значит, наших компаний Республики Бурятия. В основном направленность такая по желанию, это по желанию предпринимателей Монголии. Направленность у нас строительные, строительные материалы, деревообработка. Наши ведущие предприятия будут там представлены. То есть это такая большая возможность для наших местных предпринимателей как бы показать себя, наладить какие-то дружеские контакты, ну, как говорится, что-то, может быть, приметить для будущего своего развития бизнеса. Да, обязательно, значит, будут организованы B2B-площадки. То есть мы уже предварительно отправили список наших компаний и компаний из Монголии. Создан сайт, где они могут уже, значит, зарегистрироваться и провести... А какие компании будут представлены на этом форуме, на выставке? Значит, ну, от нас будут представлены наши ведущие производители. Это Энерготехномаж с запорной арматурой, это строительные компании, ну, именно, которые производят строительные материалы. Будут представлены наши резиденты промпарка, это Oriental Way, изделия из нефлита. Это, значит, изделия из светодиодных материалов, то есть светильники. Значит, будут представлены предприятия, которые производят и продают монтажную пену. Значит, предприятия пищевой промышленности будут представлены. Даже на выставке будут представлены породы крупнорогатного скота и лошади. Я только подумала, ну, неужели вы еще и животных представите на этой выставке? Ох, какой размах, круто! Я так понимаю, Монголия, вот, галочка есть. Есть ли какие-то планы на Китай в ближайшее будущее? Форум такой провести, например, с Китаем? Ну, обязательно контакт с Китаем. Сейчас сложность с Китаем в том, что все-таки Китай немножко закрыт сейчас. Политика нулевой терпимости к ковид. Ждем, когда Китай откроется. И я думаю, что интерес, он тоже будет проявляться к нашему соседу. Хорошо. Алексей Антонович, мы о работе поговорили. Давайте теперь о вас. Все-таки мы помним, какой сегодня праздник, День предпринимателя. Скажите, вы вообще в детстве кем мечтали стать? Думали ли вы... Вот просто я вот, когда была маленькая, всегда хотела работать в магазине продавцом, чтобы вот все было доступно мне. А вот вы кем мечтали стать? Ну, я мечтал стать строителем, как бы я им стал. Да, и даже некоторое время работал на стройке, значит, и получил высшее образование по специальности инженер-строитель. Ну, вот судьба завела в Министерство промышленности и торговли. Ну, наверное, строитель – это такая позитивная специальность. Вообще, я знаю, что строители работают во многих сферах, потому что по долгу своей профессии они строят для всех. То есть они строят и школы, и больницы, и детские садики, и производственные промышленные объекты. Поэтому, значит, ну, наверное, вот соприкасаясь со всеми, и там жизнь, дальнейшая жизненная судьба, она вот определяется, видимо, тем, что в различных сферах. Ну, вот такой, значит, рукастый у нас министр. Ну, да. Хорошо. Все-таки про предпринимателя. Можете описать какими-то вот тремя словами или, я не знаю, эпитетами предпринимателя? Вот какой он современный бизнесмен сейчас? Каким он должен быть? Ну, во-первых, это вообще предпринимательство. Это, в первую очередь, самостоятельная деятельность, направленная на получение прибыли. То есть, если говорят, вот приходят иногда, говорят, что вот мы будем там что-то делать, и в основном это будет... Прибыли там никакой не будет, то возникает вопрос там, ну, как бы... Немножко это не та деятельность, не связанная с предпринимательством. А вообще это как бы инициативный человек на сегодняшний день, который умеет принимать нестандартные решения, брать на себя ответственность, полностью эту ответственность несет не только за себя, но и за тех людей, которые у него работают в компании. Самоотверженные, самоуверенные, которые всегда идут вперед. Да, самоуверенные, которые работают, и сегодня, которые, самое главное, которые стремятся к экономической свободе... Не платят налоги. Да, не платят налоги, никогда не покладают руку. Да, и у нас есть, я думаю, сейчас уникальная возможность поздравить сейчас всех причастных к этому празднику. Давайте. Да, уважаемые предприниматели, от имени Министерства промышленности и торговли, от себя лично, разрешите поздравить вас с праздником, с профессиональным Днем предпринимателя. Ну, в это непростое время, значит, все ищут, все предприниматели, они ищут новые возможности, новые окна, в которые можно вложиться, где можно извлечь прибыль. Поэтому мы, во-первых, в первую очередь желаем всем крепкого здоровья, желаем хороших, благодарных клиентов, укрепления бизнеса, чтобы у вас были стабильные, хорошие коллективы, чтобы вас ценили, любили. Ну, а мы, в свою очередь, будем стараться оказывать все меры государственной поддержки, которые вот на сегодняшний день возможны, которые помогут вам, значит, найти новые возможности в это новое непростое время. Здорово. Ну, а мы вам, Алексей Антонович, желаем найти то самое монгольское новое окно, чтобы оно только вот было на пользу нашей Бурятии. Новое утро продолжается, далее полезные рубрики.